Алло, добрый день, Сергей, верно? Да, кто спрашивает? А я представитель, меня зовут Николай, я являюсь специалистом независимого информационного портала. Сергей, я с благоременезов, хотел немножко поговорить на очень интересную тематику. На какую тематику? Сергей, хорошо, вы слышите, да? Да, давайте, что хотели. Друзья, дело в том, что мы занимаемся безопасностью и предотвращением поступления клиентов в машинские компании, в интернете. Ну и чё? Что за пользуешься с интернетом? Ммм, порядка, а что? Да, да, то есть, бывает, что заходите на какие-либо сайты, либо просто заходите там пользоваться с сетями, там бывает, что выскакивает постоянно какая-то либо реклама, да? По рекламе я вообще не хожу. Не, я вместо того, что выскакивает постоянно, там какие-то бывают. Ну, давайте, давайте, в конкретном, что хотели. Конечно, конечно. Ну, как раз мы такие рекламы не анализируем, то есть эти компании, которые рекламируют тебя. Ну, это максимально. Потому что большинство из них является эффективным, а на самом деле... Ну, я понял, от меня-то чё надо? Я хотел тут узнать у вас, Сергей. Были ли у вас такие поступовые предложения с подобной компанией, которые там говорят о заработок в интернете, ставки на спорт, казино, либо всё ещё? Нет, не было. Были, так, я... Были, были, я сразу, это, их на три буквы посылаю, и всё. А, были, но вы их посылаете, да? Да. Я имею в виду так, что сами там в интернете смотрели, потом вам перезванивали, да? Да, если мне надо, что узнать про это, я захожу в точку, как называется, в квадр.ком. Там вся информация о мошенниках. А что, вас так часто беспокоит, что вы и так интересуетесь постоянно? Да, почему постоянно? Звонят там, спрашивают вот примерно, Титан Про 500, там, что такое. Захожу туда, на этот сайт, квадр.ком. Задаю вопрос автору, он сказал, это мошенники, сидят на Украине, улица, бассейн, дом, там, 4 или 2 лины, не помню. Вся информация у меня на сайте, и всё, и там все, кто на чёрные брокеры, он выкладывает. Он не направится, да, это правильно. И там прописано, что он знаком, там, брокер, да? Ну, вы же тоже, вы же оттуда же звоните, ну, с Украины, спросите у них. А это лупая решение, смотрите, есть из Украины звонят. Да почему, у меня вон на телефоне высветило звонок, через IP-телефония, украинами. Ну да, это IP-телефония, это совсем не украинская. А к мне, а к мне, а к мне... Не, у меня написано, с английским словом на телефоне высветилось, УКР. В английском, телефония, московский, московский номер. Ну да, не знаю, почему так вы здесь, если бы вы посмотрите, если бы вы посмотрите, ставьте. Ну, потому что в программе, в Play Market, там есть такая программа, айтишник называется, скачал и это, и это... Высвечиваются, с какой стороны звонят. Через IP-телефония, ну, как объясниться, УКР написано. Украинка... Укра-телефония, звонок, Укра-телефония, московский номер. Ну вот прям в телефоне такая охраня выскакивает. Ну, смотрите, уже будет, уже бак видно в приложении, потому что я в Украину звоню. Так у вас, да у вас что еще, у вас еще акцент украинский выдается. Ну, как что? А я не спрашиваю, я так... А уже вообще по-другому делу позвольте. Да, слышно, что вы проверяете, что это, что это за компания, где они находятся, то есть, так понимаю, с ними работать, да? Да, да. Вы часто беспокоились с вложениями. Но если вам часто беспокоились, вы часто интересуетесь таким способом заработка, как эта компания работает. Вы, где вам проходят, там, регистрация, либо что-то еще. Вы мне конкретно, что от меня хотите-то? А я хотел узнать за счет вашего опыта в такими компаниях. И что? А, по-это положительного, либо негативного. Чего опыта? Какого опыта? Опыта связана с такими компаниями. Как это, там, про 500, либо подобными. Ну, и что дальше? А положительный, либо негативный? Негативный. Потому что, потому что они ничего не... Им вопросы задаешь, они, как это, не могут ответить на них. Негативный, потому что вопрос? Не. Примерно, вот вы, примерно, вы звоните мне, предлагаете в какую-то компанию инвестировать. Вопросы задаешь, примерно, я вопросы задаю, вы не можете на этот вопрос ответить. Вот, вот, чем логика моя. Спрашиваю, лицензия, ИНН, ОГРН. Спрашиваю, а никто ничего не дает. Вот вы сначала, вы договор, сначала деньги введите, потом договор. Я говорю, договор заключить. А давай сначала договор? Или курьера поносли. Нет, мы так не можем. А если нормальные компании, вот такие финансовые компании, сначала делают договор, а потом уже это, инвестируют. А тут все наоборот. Сначала деньги инвестируют. Инвестировать, куда неизвестно, на деревне бабушки или дедушки. Каком они, банке, куда они идут. Вопрос задаешь, они даже ответить не могут. Это значит, что это мошенники. А, нет, это понятное дело, что с такими компаниями лучше не работать. Да, ну и... Да, почему же все работает, да. Я так сказать, что вы знаете, как это происходит, как это все работает, как лучше выбирать компанию, но все же у вас произошел такой негатив. Ну, посмотрите, зайдите, весь интернет, весь YouTube, весь YouTube забитый этими мошенниками, и всякое, они там вопросы задают, да, они ответить не могут. Всякие компании мои, всякие мои, и эти, и кто у нас, мошенники, якобы Сбербанка России, там из ВТБ звонят. А это позволит вам, вы позволите, в чем дело, я вам позволю, для того, чтобы вам сказать, я уже инвестирую, если есть возможность ее исправить, и вы об этом возможности сейчас говорите. А вы сейчас общаетесь каково все. Вот вы что от меня хотите, я не понимаю, от меня что хотите? Так, говори, говори нормально на русском языке, а то говоришь на украинском языке, ну. У тебя, у тебя акцент украинский, выдает. Да нет, я же родом в Гелоруссии. Ну и что? Ну вот мне надо, что ты мне хочешь поговорить, а что вы? Нету, у меня нету. Все ужасно, да, да, понятно, что у нас все ужасно, ну все же. Нету, вы это пытались изменить? Нету, я ничего не пытаюсь, я никуда не хочу. Вот, а вы не пытались, или мне то, что вас обманули какие-то мошенники непонятные, которые вам названивали, да? Да, а что, звонят, звонят. Я их в казалке, из начала разговора, их на три буквы посылаю и все. Спасибо за информацию. Ум? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»